Почти два месяца назад Иван Демченко посетил Славянский избирком, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах. Кандидат экономических наук, член партии «Единая Россия», является депутатом Госдумы с 2007 года и не потерял доверия избирателей. В этот раз за Ивана Ивановича проголосовали порядка 70% принявших участие в выборах. В нашем курорте его избрали более 67% анапчан. Мы хотим вас поздравить с избранным депутатом Госдумы, пожелать вам здоровья, терпения, успехов в дальнейшей вашей работе и выполнения наказов всех избирателей, которые вам обратили в течение подготовки, проведения выборов или период вашей выборной кампании. Мы уверены в том, что все, что вы делали и делаете только на благо наших поселений, сделано в прошлом созыве очень многое, но в этом созыве будет сделано еще большее. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, за ту большую работу, которую вы выполняете. И хочу вам... АПЛОДИСМЕНТЫ Накануне на торжественном заседании окружного избиркома в Славянске-на-Кубане Ивану Демченко вручили удостоверение депутата. Как подчеркнул Маранапа Василий Швец, народный избранник много сделал для курорта во время седьмого созыва. Всего лишь пять лет, а у нас много чего отремонтировано, много чего нового построенного, новый пожарный петон, новый ЗАГС мы заканчиваем, и детский бассейн мы с вами закончили, построили практически с нуля, реставрировали. Много чего можно сейчас... Я даже не сейчас не вспоминаю все эти небольшие такие вот разовые какие-то наказы, пожелания и просьбы жителей, которые были в Варшаве. Самое главное, что у человека есть внутреннее желание и потребность делать вокруг себя жизнь своих земляков, своих сограждан, делать их чуть более лучше, чуть более комфортнее, чуть более безопаснее. По словам депутата Госдумы, в Анапе запланирована серьезная работа по модернизации системы здравоохранения и ремонту социально значимых объектов. В планах также завершение строительства дворца бракосочетания. Упор ближайших пяти лет работы – это здравоохранение. Это было у меня и в предвыборной программе. Но что касается Анапы, это восстановление медицинского корпуса сосудистой хирургии. Город, курорт растет, плюс очень много отдыхающих. И не получать квалифицированную помощь, а в связи с ковидными заболеваниями вот этими, страдают что у нас? Сосуды и сердце. Это заведение города нужно, людям нужно. И у нас по Анапе два дома культуры – это СУПСЕХ и СУКО. Это основные моменты. Ну и, конечно, уже завершение работы с горно-санитарной зоной. Это уже законодательная работа на уровне Российской Федерации. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.